В нашей стране первый сеанс радиосвязи состоялся 7 мая 1895 года. Его провел русский физик Александр Попов. Именно эта дата больше знакома нашим соотечественникам в качестве изобретения радиоприемника. В заключении могу выразить надежду, что при дальнейшем усовершенствовании этот прибор может быть применен к передаче сигналов на значительные расстояния. Сегодня, спустя десятилетия, даже в век цифровых технологий, радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. В том числе, благодаря тому, что радио является частью будничного трудового дня многих людей. Не отвлекаясь от своих дел и забот, можно не только слушать музыку, но и узнавать последние события. Такими качествами другие СМИ похвастаться не могут. В эфире новости на ДЛСФМ. У микрофона Лилия Алексеева. Здравствуйте в этом выпуске. Свой профессиональный праздник отмечают и в студии радиостанции ДЛСФМ. Голос Лилии звучит из радиоприемников Десногорска уже не один год. Она свободно ориентируется в музыкальных предпочтениях горожан и уже не видит себя в другой профессии. При этом радиоведущие сетуют, что представление о такой работе у многих слишком упрощенное. 99, наверное, процентов нашей работы заключается в рутине. То есть мы создаем графики, мы выставляем музыку, рекламу, занимаемся договорами. То есть, ну, это абсолютно бумажная работа. Тем не менее, без рутины и кропотливого труда в этом деле никак. Ответственность слишком высока. Ведь радио зачастую первым рассказывает о новости, которую газетам и телевидению еще предстоит подготовить. А при том, что сейчас приемник есть у каждого и в машине дома, охват аудитории получается огромный. Поэтому нет никаких сомнений в том, что радио и дальше будет неотъемлемой частью в жизни каждого. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.